Трам-пам-пам, трам-пам-пам, трам-пам-пам-пам Трам-пам-пам, трам-пам-пам, трам-пам-пам-пам Несмотря на то, что Кока-Колу и Пепси уже давным-давно признали самыми большими загрязнителями экологии на планете Они все равно умудряются писать вот такое Типа вот эти бутылки, пробки перерабатываются Они может быть и перерабатываются Но только перерабатывать их никто пока не спешит Особенно у нас Это мой подарочек на Новый год Сейчас будем его тестировать Жиртрест пластилин представляет Всем привет друзья, вы на канале Пластилин Поздравляю всех с наступающим Новым годом Возможно кого-то даже с наступившим Новым годом Желаю всего хорошего, побольше Денег, любви, счастья, здоровья Ну и конечно же мира Сегодня у нас новогодний выпуск Поэтому наливайте Кока-Колу, Фанту, Пепси, Спрайт Мы стартуем В общем на данный момент имеется вот такое количество разнообразных гирлянд Я их специально собирал для того, чтобы на Новый год по ним снять отдельное видео Короче говоря, сейчас вместе с вами будем выдавливать отсюда медь Чувствую, что меди будет очень-очень много По размерам пакетик вроде бы приличный Но вес у него всего-навсего 1 килограмм 690 грамм Вот эта коробочка в общий зачет у нас не идет Так как здесь находится гирлянда времен СССР Раритетная Ей лет 50, если не больше И мне просто-напросто жалко ее разбирать Но здесь у нас 100% есть и медь, и латунь Можно даже не проверять Провода все медные Вот смотрите какая вилка еще в карболитовом корпусе Такие вилки выпускали в 60-70-е годы В 80-е годы вилки уже были больше похожи на современные Только что проверил эту гирлянду Она пока не работает Но ее очень просто отремонтировать Дело в том, что здесь идет еще последовательное соединение этих лампочек Если одна лампочка перегорает или не работает Соответственно не работает вся гирлянда Нужно будет все проверить И заменить лампочку В современных гирляндах там уже идет параллельное соединение этих светодиодов Некоторые могут не работать Но другие без проблем работают Состоит эта гирлянда из вот таких разноцветных звездочек И когда она работает Они светятся разными огнями Внутри вот такая еще лампочка старого образца Накаливание Они бывают латунные, бывают железные Нужно проверять Ну и вот там вот Сами соединения, патроны вот эти Тоже бывают латунные Я уже неоднократно находил подобные гирлянды Только там вместо вот этих звездочек Были всякие разноцветные самолетики Спутники И такие гирлянды очень даже неплохо покупают Покупают даже не рабочие На запчасти Но конечно же Последнее время Такие гирлянды времен СССР Крайне редко попадаются Ну а здесь у меня представлены гирлянды 90-х годов 2000-х Ну и конечно же Всякие современные Такое дело пускать на переработку Вообще не жалко В общей сложности Здесь у нас 12 гирлянд Я их разложил примерно по годам Короче говоря Всякие вот такие подобные гирлянды Выпускали в 90-е Эти плюс-минус 2000-е года Ну и вот такие Прозрачные Это уже можно сказать Вообще современные Те которые продаются сейчас В 90-е года Выпускали гирлянды Еще даже на лампочках Вот смотрите С виду похоже на Какой-то светодиод Но это у нас Обычно небольшая лампочка Вот этот корпус стеклянный С виду похоже конечно на Светодиод Но Это обычная лампочка Разноцветная Ну и вот такой Китайский пластик За 30 лет Он просто-напросто Разваливается в руках Вот Возьмем еще одну лампочку Она тоже рассыпается К лампочке идут Два проводка На кончиках проводков Латунные контакты И даже виднется Какой-то медный проводок Хоть небольшой Он небольшой Но Медный Поотделял я эти лампочки И весь ненужный пластик И у меня получилось Вот такое количество Проводков Здесь медь И Латунные контакты Отправляем все в чайник Попозже будем все Обжигать В 2000-х годах Пошли уже всякие вот такие Подобные светодиоды Хотя Вот это похоже больше на лампочки Но только на очень маленькие В общем Сейчас проверим Меня больше интересуют сами провода Есть здесь медь или нет Некоторые гирлянды я Выкапывал из земли И они вот так вот просто Разваливаются в руках Вот смотрите Проводки Рассыпаются Мусор Ну я уже прям чувствую Что меня сегодня ожидает Огромнейшая фиаско С этой медью Здесь Даже если она есть То Толщиной с волосинку Ну вот она Медяха Толщина такая Как В самых дешевых Одноразовых Китайских наушниках Я даже не знаю Есть ли смысл Такой обжигать Или нет В одной из гирлянд Был вот такой Тумблер Кнопочка Полевики Капля Ну это скорее всего Какой-то типа Рылья Лампочки Включались Выключались В общем Нечего здесь возиться Засовываю все В чайник А там уже После обжига Посмотрим Была здесь медь Или не было Ее здесь Вот так вот Ну а насчет Вот этих гирлянд Которые я Выкопал из земли Я даже не знаю Они вообще Трухлые Разламываются В руках Вот Рассыпаются Наверное Это придется Выбросить Ну и плавно Мы переходим К самому Интересному Современной Гирлянды Те гирлянды Которые в данный момент Продаются у нас В магазине В общем Подношу Магнитик Магнит довольно Слабенький К проводку И что мы видим Проводок Притягивается Вот это да Вместо миди Обычное железо Она еще даже Работала не от розетки А от USB Даже на платке Какой-то маленький Чип имеется Понятное дело Все прилипает К магниту Но работала Судя по всему Недолго На железных проводах Ничего долго Работать не будет Все перепроверил Вот этих Двух гирляндах У нас Стопроцентное железо Сразу отправляется В мусор Ну а здесь У нас Есть небольшие Подозрения На медь Пойдут на обжиг Похоже Нужно искать Чайничек Побольше Обжечь Все За один раз Не получится Не помещаются Гирлянды Будем обжигать В два захода Костерчик горит Первая загрузка Ну и заодно Заброшу Вот эти запчасти От бензопилы С последнего видео Они все в масле Пускай все повыгорает Писали мне Что это вроде бы Даже не алюминий А магний Не знаю Ну все верно На алюминий Не особо похоже Начал доставать А этот металл Начал крошиться Вот так вот Выглядит Алюминий Начал плавиться А вот даже Похоже На какую-то Маркировку В реальном Огни Но очень много Изоляции Резиновой На этих Гирляндах Уже обжигаем Минут 20 А дым С чайника До сих пор Идет Смотрим Что мы здесь Наварили Но медь Вроде бы Виднеется Нужно доставать И готовить Вторую партию Толстер Ну а Минут 20 Дом Изоляции Сверху Вроде Нужно Минут 20 Попождесят Вроде На удивление, но в современных гирляндах медь есть, конечно же не во всех, но есть. С первого чайника удалось добыть такое количество латуни, ну и вот такой неплохой пучок меди. Ну а второй чайник пока еще обжигается. Ну а пока наша вторая партия гирлянд еще обжигается, могу вам по обыреку показать вот такие старинные открытки, которые я недавно нашел. Некоторые просто посвящены новому году и будут как раз в тему. Вот смотрите, Дед Мороз, по-моему кто-то из подписчиков писал, что ценятся открытки художника Зарубина. Вот он Зарубин, вот такая открытка, скорее всего кое-что стоит. Вот такая, с новым роком, шампанское такая. Ну большинство открыток, конечно же. День Победы, 1 мая, 9 мая. Вот они все. Праздник октября. Вот такие, такие, цветочки. 8 марта. Все новенькие, чистые. Кому надо, пишите, забирайте. Вот с девушками еще даже есть. Какие-то актрисы, наверное. Это у нас даже заполненные. Это тоже животные. С Новым годом мало открыток. Вот так вот. Ну и вот такая огромная. Но изначально я думал, что меди мы сегодня вообще не увидим. Оказывается, увидим. Правда, немножко. Но это все же медь. Оказывается, в гирляндах она тоже есть. В советских гирляндах меди, конечно же, намного больше. Но и в современных немного попадается. Вот это у нас медь с первого чайника. Вот это со второго. Давайте все взвесим. 89 грамм. Добавляем второй пучок. Ничего себе. Джекпот. Три двойки. 222 грамма меди. Ух ты. Ну а латунь нету смысла даже и взвешивать. Ее там буквально 2 грамма. И все. Вот такая у нас сегодня была новогодняя медь. Тоненькая, грязная, некрасивая. Но все равно она отправляется в медную копилку. Ну все, уже почти 12 часов. Пора прощаться и идти праздновать. Сейчас вот эти часы начнут звенеть. Ну да. С Новым Годом, друзья. Лайк, подписка, комментарий. Встретимся уже в новом 2024 году. Встретимся уже в новом 2021 году. Продолжение следует...